Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу с вами поговорить ещё раз об изучении польского языка. Вообще поделиться своим опытом, как же я его изучила без каких-либо преподавателей, самостоятельно и уже на протяжении шести лет разговариваю на польском языке. Конечно же, я не скажу, что я вообще прям без ошибок разговариваю, нет, но я разговариваю, пишу, и это даёт мне свободно, без каких-то утяжелителей в голове, разговаривать по-польски и чувствовать себя комфортно на территории Польши. Поэтому, если вы собираетесь изучать польский язык, либо же хотите учить польский язык, но не знаете, как, с чего начать, то я вас приглашаю на сегодняшнее видео, вы узнаете очень много интересного. При начале изучения польского языка первое, что вам нужно, это желание. Без желания вы не сможете изучать польский язык. Если у вас не будет желания, то, к сожалению, как бы вы себя не настиловали этим польским языком, как бы вы не зубрили все польские слова, то вы его не сможете изучить, потому что это будет просто насильно, он вам будет не нравиться, у вас не будет получаться, вы будете нервничать, психовать. В итоге, через какой-то определённый период просто психанёте, закроете книжку, тетрадку польского языка и скажете, «Тьфу, не хочу учить польский язык». Дабы так не произошло, у вас должно появиться желание изучения польского языка, то есть вы должны до такой степени, вот прям до кончиков пальцев хотеть его изучить, и для себя вы должны повторять, что это лёгкий язык, что вы сможете его изучить, потому что многие иностранцы разговаривают на польском языке, даже у многих нету акцента нашего, но всё почему? Потому что не от того, что у них дар по изучению польского языка, либо вообще какого-либо иностранного языка, просто у них было желание, они очень много общались, они работали над своими ошибками, и поэтому это их привело к идеальному польскому языку. Дабы у вас тоже так было, то первое, что вы должны понять для себя, что вы хотите изучать польский язык. Второе, после того, когда вы хотите его изучать, вы хотите вообще с ним жить 24 часа в сутки, то следующее, вам нужно изучить именно, как читаются буквы, и как называются дни недели, числа и месяца. Это первое, что я изучала перед тем, как ехать в Польшу. То есть я знала, как сказать «Здравствуйте, до свидания», я знала, как сказать «Извините», и я знала, что такое дни недели, точнее, как будут по-польски дни недели, числа, как они называются, месяца, всё. Это было основное, что я перед приездом в Польшу изучила, ещё сидя в своей стране. То есть больше я ничего не учила, я никуда не ходила, только воспользовалась пару раз, может быть, три или четыре взяла курса у приватного преподавателя польского языка, но мне почему-то это не пошло, то ли преподаватель не очень мне понравился, она мне просто рассказала основы, как читаются буквы, словосочетания и всё. То есть у меня было два или три дополнительных занятия перед отъездом, и на этом всё закончилось. Когда ты приезжаешь на территорию Польши, то, понятное дело, первое, что ты начинаешь закрываться и боишься произнести какое-то слово, даже если ты знаешь, что означает «часть». Но из-за того, что сжатость и боясь, что тебя кто-то сейчас не поймёт, вот это начинает очень сильно влиять на нас, и в итоге многие люди закрываются и не разговаривают вообще потом на польском языке. Этого бояться не нужно, потому что это самая первая ошибка. У меня, когда я приехала, я вроде-то как бы там старалась что-то сказать на польском языке, я знала, что это было неправильно, потому что я даже многих слов не знала, как сказать, но у меня всё время, даже уже живя там потом полгода, год на территории Польши, у меня всё время поляки говорили «Проша, слуха». Я думала, блин, ну неужели я вообще до сих пор не знаю этого польского языка, до сих пор не могу выразить свою мысль, что меня всё время переспрашивают. А потом я просто поняла, что поляки вообще никогда не вдумываются в то, что говорит ему собеседник. То есть он слушает, но потом в какой-то определённый момент он просто улетает, потом возвращается и такой «Слухом?» Это не от того, что он вас не понял, они даже между собой, когда общаются, они говорят «Слухом?» «Проша». То есть чтобы вы ещё раз повторили ту последнюю фразу, чтобы он в итоге понял всю суть самого начала вашего предложения до самого конца. Поэтому если вам поляк говорит «Слухом» либо «Проша», когда вы ему что-то говорите по-польски, то не пугайтесь, он вас всё равно поймёт, он вас всё равно понял, просто ему нужно ещё раз повторить. Следующее. Когда вы едете на работу, многие мне скажут «Оль, да какой репетитор? Какие дополнительные занятия? Какие там? Смотреть фильмы, сериалы и так далее на польском языке?» Если ты работаешь с 6 утра до 18.00, возвращаешься домой, уставший, поломанный уже, ничего не хочешь, съел, лёг спать и всё, и забыл. Какой польский язык? Я вам так скажу, ребята, вы 100% ездите все на работу, на автобусе, трамвае, либо на машине, вы стоите в пробках, вы ходите пешком, и вокруг вас польский язык, он есть, он даёт вам знак, что он есть вокруг вас, только вы должны его начать замечать. Что же я делала для того, чтобы изучить польский язык? Но, во-первых, мне немножко повезло, потому что, когда я приехала 5,5 лет назад, то есть почти уже 6 лет тому назад, в Польшу, то мы снимали комнату в частном доме, точнее в квартире, в такой, с поляками. И, конечно же, это был один из плюсов по изучению, для изучения польского языка для меня, потому что жили с нами польки, и, понятное дело, кроме как английский либо польский язык, третьего языка было не дано. Поэтому, конечно же, тут хочешь, не хочешь, но нужно было как-то разговаривать, пытаться на польском что-то говорить. Поэтому я сначала старалась учить такие одиночные слова, например, что такое холодильник, стол, стул, диван и так далее. Потом, когда я по дороге на работу ехала, я ездила трамваями и автобусами, то в трамваях и автобусах есть чаще всего какие-то объявления, какие-то инструкции, какие-то даже надписи на компостере. То есть по-любому, где-то польские слова сто процентов всегда есть. Так вот, я каждое слово, которое не понимал, даже не знала, как оно читается, я вбивала в гугл-переводчик поодиночной, да, то есть одиночные слова, не предложениями, одиночные слова, вбивала и запоминала, как это переводится. И поверьте мне, когда ты ездишь уже одну неделю, вторую неделю в этом автобусе-трамвай, то ты уже знаешь наизусть всю рекламу, ты знаешь наизусть всю инструкцию, за что тебя могут оштрафовать, сколько стоит проезд без билета, кому мы уступаем место, как проконпостить билет и так далее, как оплатить картой либо наличкой. В общем, столько, много всего начинаешь знать по поводу автобусов и трамваев, что вы потом увидите, что эти слова вам встречаются потом в поседневной жизни. То есть по-любому такие одиночные слова вам будут встречаться, кто-то вам что-то скажет в магазине и так далее. Когда я приходила в магазин, то, например, овоцы и воживы, никогда не поймёшь, что это такое, то я просто становилась, да, эти покупки у меня длились, конечно же, уже не 20-30 минут, а час-полтора часа, потому что я подходила к каждой упаковке, в переводчик вбивала и смотрела, что это означает. Но я этого хотела, потому что уже вот так вот почти каждый день я это делала в автобусе, в травмай, в трамвай, в магазине, в поликлинике, на работе, в отеле, в ресторане, где угодно я заходила на работу, да, где я слышала только польский язык. Если я слышала, что кто-то сказал на польском что-то и я не понимала, я старалась в гугле вписать так, как будто бы я понимаю, оно мне исправляло, как это правильно пишется, и потом я смотрела уже перевод. И я так запоминала слова. Через месяц я начала сама разговаривать на польском языке. Да, это был не идеальный польский язык, но он был для всех понятен. Я могла даже повозмущаться, я могла сказать и здрасте, и до свидания. Я могла спокойно купить в магазине товар, даже попросить взвесить мне, порезать колбасу, сыр и сказать, сколько мне нужно, грамм, либо килограмм. И я начинала себя чувствовать до такой степени комфортнее. Ты до такой степени начинаешь потом понимать, что, блин, я же всё начинаю понимать, как круто! Ещё одним моим лайфхаком, которым я хочу с вами поделиться, это делать для себя ассоциации. То есть, я знала, что на диване мы не лежим. На диване мы можем встать, либо же там животное может лежать, да, потому что диван с польского языка диван переводится как ковёр. Дальше, я знала, что кавер это не ковёр, а экран. Я знала, что вонь это не ванизм, да, это не когда воняет, это когда что-то пахнет. Не слушайте никогда тех людей, которые живут здесь, на территории Польши, более уже двух-трёх лет, что польский язык очень сильно похож на русский, украинский язык, вообще его нету смысла учить, и когда ты приедешь сюда, на территорию Польши, то ты сразу заговоришь. Не слушайте таких людей. Это неправда. Да, возможно, вы одарённый человек, и вы просто только услышали иностранный язык, вы уже начинаете на нём говорить. Но я сомневаюсь, что вы аж до такой степени одарены иностранными языками, что через один день сможете говорить на нём. Для себя азы вы должны всегда изучить. Даже я, переезжая на другую страну, я всегда стараюсь изучить хотя бы азы, как читаются словосочетания, как читаются буквы, например, С, З, что это Ч, да, С, И, это Ча, и всё остальное, да, то есть как бы РЗ, например, это Ж, и Ж есть как типа с ударением, либо с точечкой, смотря где, как это читается. Когда вы будете знать, как читаются такие буквы, то 100% вы сможете читать уже потом любые слова, потом читать сможете предложения, и потом сможете спокойно, беспроблемно говорить. Никогда не смейтесь над иностранцами, которые говорят, например, «Тень добрый», либо «Пециво», можно мне купить «Пециво», да, а не «Пециво». Эти люди хотя бы стараются, эти люди хотя бы пытаются что-то сказать на польском языке, а вы стоите и молчите. Когда вы подходите к поляку и скажете, что «Я часто встречала на вопрос мой, почему ты не говоришь на польском языке?» «Ну, я боюсь, потому что поляк меня не поймёт». Я вам открою маленький, точнее нет, большой секрет от того, что вы молчите, вас тоже никто не понимает. Поэтому начните пытаться хотя бы говорить. Самое простое, что вообще вот самое, что простое может быть, это глаголы. Если у нас там «бегать», «прыгать», «плавать» окончание всё на «ть», то в Польше эти же слова только окончание на «ч». То есть «бегать», «плавать» и что там, «скакать» и всё остальное. «Скакать» на польском «скакать». И единственное, что ещё второй момент, когда вы говорите это слово на польском языке, то помните, что в большинстве случаев ударение всегда идёт на первый слог. Я не учитель польского языка. Я вам просто говорю как самоучка, которая изучала сама польский язык. Не то, что я против учителей. Нет, конечно же. Просто на тот момент, когда мы переезжали, когда мы жили на территории Польши, если честно, у меня даже не было мыслей, наверное, об учителе польского языка, потому что ты работал на двух-трёх работах, нон-стоп, приходил уставший. Я знаю, потому что переходила эти все этапы. Я не лежала дома и не думала, чем бы мне сегодня заняться. Куда бы мне потратить деньги? Нет. Я, конечно же, точно так же работала, как и вы, наверное, скорее всего, сейчас работаете и смотрите этот видеоролик. Просто у меня было очень большое желание. И многие поляки говорят, что ой, ты, наверное, просто одарена изучением иностранным языкам. Есть люди, которым это дано, даже если они этого не осознают. А есть людям это не дано. Я так не считаю. Я считаю, что каждый имеет право изучить польский язык в любом возрасте. Куда там далеко ходить? У меня даже моя мама изучает польский язык, потому что ей хочется. Она пытается что-то сказать. Даже если она что-то неправильно говорит, главное всегда правило для всех, если вы даже что-то неправильно сказали, просто улыбнитесь. переспросите. Не обижайтесь на поляков, если они вас исправляют. Это круто. Если вас поляк исправляет и говорит вам, как правильно сказать, это супер. Повторите еще раз, повторите еще раз правильно. Я вас уверяю, что вы это слово запомните на 100%. Конечно же, есть такие слова, обманные слова, которые, что мы думаем, что вот оно обозначает одно, а оказывается, в переводе оно означает совсем другое. И таких слов очень много, но такие слова просто надо выучить, запомнить и все. Что касается грамматики, то, к сожалению, да, она очень тяжелая. Я иногда до сих пор сама просто не могу понять, почему именно так, а не вот так. Это же не логически. Но когда-то мне один поляк сказал, Оля, в Польше нету ничего логически. То есть, тут логика просто отсутствует. Отключаем свою логику и говорим, потому что так надо. Вот и все. Поэтому, если вы будете хотеть изучать этот польский язык, будете не то, что себя насильно заставлять изучать этот польский язык, а просто то, что вы будете хотеть, начните общаться с поляками, просите, даже на работе, если вы с кем-то общаетесь, скажите, слушай, я тут изучаю этот польский язык, да, но он мне так тяжело идет, можешь меня иногда поправлять, если я вдруг что-то неправильно говорю? Он тебе скажет, да, окей, без проблем. Иногда поляки этого не делают, Потому что, ну, если вы его не попросите, он вас будет так понимать, насколько вы будете говорить. Если же вы всё-таки попросите, то они вас будут исправлять, но тут не нужно злиться. Они вас сначала будут часто исправлять, потом реже, потом вообще не будут исправлять. И они сами потом будут в шоке и скажут, что? Прошло 3-4 месяца, ты так классно говоришь на польском языке. Вы сами будете потом кайфовать от того, что вы знаете, как это сказать. Вы можете потом разъяснить любую ситуацию. Вы можете позвонить даже на телепараду, да, к врачу и объяснить свою боль. Это я скажу вам, 50-60% жизни на территории Польши очень сильно облегчает адаптацию при иммиграции. Потому что когда в Ройто всё хорошо, у вас в Ройто есть и родственники, у вас есть и друзья, и в Ройто, казалось бы, всё классно, но чего-то не хватает. Так вот, я вам скажу, что вам будет не хватать изучать именно знаний польского языка. Как только вы начнёте его изучать, как только вы его начнёте понимать, поверьте мне, вам до такой степени станет всё проще. Вы будете как оживлённые с такими распахнувшими крыльями ходить, и будете сами от себя кайфовать. Поэтому изучайте польский язык, не бойтесь, не говорите, что он тяжёлый. Да, возможно, он часто тяжёлый, но когда вы начнёте втягиваться в этот язык, поверьте, для вас он уже будет не тяжёлый, вы просто будете знать, как это говорится, вы просто будете уже понимать. Потом сдадите спокойно экзамен на B1, на B2, на гражданство подадитесь, на карту резидента, и просто будете себя чувствовать очень круто. Поэтому не бойтесь изучать польский язык. Не так уж он страшен, как это кажется. А мне будет интересно, если вы поделитесь своим опытом изучения польского языка, как долго вы его учили до момента разговаривать хотя бы на нём, либо что-то написать на польском языке. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!